вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока как обновить движок джумла и со всеми смежными моментами вариантами обновлений а в этом видео давайте поговорим в админке сайта моего тестового сайта джумла вы можете видеть в панели управления вот здесь у вас тоже будет такой блок где будет высвечиваться красным подсвечивается наличие обновлений самой джуму вот сейчас вы видите в данный момент записи версия актуальная 402 и также у меня есть какие-то дополнительные расширения чтобы посмотреть единичка то есть одно какое-то расширение можно кликнуть по этому моменту до увидеть что файл локализации обновился версии 4021 соответственно вот это у нас как раз таки только обновление джума как раз речь шла в прошлом видео последовательность важность последовательность действий сначала резервная копия сайта кто не смотрел смотрите предыдущее видео делается резервную копию а потом уже делается обновление вот как раз таки под этот случай чтобы узнать обновление что там изменилось то на сайте jumla.org официальный сайт джума там на странице блога они обычно пишут что они изменили что исправили так далее обновляться нужно обновляться обязательно особенно сейчас на первых этапах когда джума только вышло некоторое время назад сейчас они закрывают активно всякие проблемы ошибки найдены после выхода стабильной версии и прежде чем мы вообще сейчас с вами обновимся в этом видео давайте поговорим про уведомление самой джуму то есть по сути два уведомления вот вы зашли в админку увидели вот здесь вот уведомление за это отвечают плагины находящиеся на вашем сайте их можно отключить по каким-то причинам вы не хотите чтобы здесь выводились уведомления есть еще один плагин который отправляет на почту администратора сайта уведомление о том что джума обновилась вот я всегда уведомление на почту отключаю мне это ну как бы не нужно мне это особо не нравится мне достаточно видеть в админке что я вижу есть обновление здесь и мы можем обновиться поэтому давай сначала разберем отключение уведомлений где это находится да и кстати актуальная версия какая сейчас у вас установлена вот здесь вот вверху вы всегда будете видеть видео джума 400 чтобы попасть в плагины прямо с этой страницы вот видите есть такая плитка здесь плагины вы можете зайти в плагины здесь у вас будет вот так выглядеть вы можете отсортировать кликнув на кнопку параметры состояние включено отключено то есть включенные плагины это те которые на сайте они работают активно выбираем включено здесь тип можно выбрать системный выбираем system чтобы быстро отыскать плагин среди множества других самом низу видите система уведомления об обновлении можно кликнуть по заголовку здесь настроек особо нет язык уведомлений стоит автоматически так и оставляем его 10 можете прочитать на русском языке что вы можете здесь перечислить email администраторов сайта который состоит в группе администраторов чтобы нескольким администраторам уходил уведомлений если это поле не задано то администратору в любом случае уходит уведомление то есть мне мне уведомление как я сказал неудобно получать мне это не нужно мне достаточно видео данными в админке если вам также то вы можете просто вот здесь статус выбрать отключить и нажать вот здесь сохранить все плагин не будет оповещать вас то есть джума не будет вам больше присылать на почту за мнение в любой момент вы можете вернуться в плагины и включить обратно плагин есть он вам потребуется то есть мы его не удаляем просто отключаем или можете как бы уже знаете что за плагин прямо отсюда до система уведомлений просто кликнув по этой галочке кликаем по галочке все плагин отключен уведомление на почту не придут далее а сортировку я уберу и на странице видите здесь же можно сделать отобразить по умолчанию отображается по 20 элементов на странице вот они 20 потом идет постраничная навигация если вам удобно сразу все можно тогда будет вниз долго так прокрутка потому что плагинов много но у меня остается по 20 элементов на странице смотрите на странице 4 то есть сортировки нету сортировку и отключил просто страница 4 здесь будет вот панель иконок найдите проверка наличие обновлений джумла иконка проверка наличие обновления расширений как сразу два плагина отключить вы можете пройти также внутри плагина там настроек нет поэтому я не захожу смотрите два плагина чтобы быстро и вот кнопка ведь отключить отключаем перейдем в панель управления вы помните мы ничего не обновили у нас есть обновление но здесь мы их больше не видим чтобы больше глаза не мозолила кому нужно просто плагин и отключайте и все здесь тоже то есть ним и на почту не приходит и здесь не отображать здесь я вам просто показал на самом деле здесь мне вот удобно видеть поэтому я возвращаюсь обратно плагины здесь я конечно же включаю теперь как включить обратно можно отсортировать по отключенным здесь увидеть в отключенных находим два плагина панель иконок проверка наличие обновлений панель иконок проверка наличие обновления расширений ставим опять две галочки и нажимаем включить переходим в панель управления плагины вернули на место вот они опять подсвечивают что есть наличие обновлений теперь смотрите здесь джума говорит на самом деле сейчас она стала прямо предупреждать что надо согласиться поставить чекбокс перед обновлением что действительно все параметры сервера соблюдены все расширения обновлены то здесь важен порядок джума говорит что сначала если вы используете сторонние расширение сначала убедитесь в том что они поддерживают новую версию джума 4 обновите их а потом обновить и джуму вот если мы сюда по кликнем по этой плитке смотрите как здесь все устроено в отличие джума 3 версии во первых вот здесь вот требуемый параметр галочка обязательно должно стоять везде да то есть версия минимальная php 725 или выше и другие параметры сервера ведь здесь вот обязательно читайте есть ссылка на документацию страницу официальную джуму на английском языке то есть какие моменты здесь надо учитывать и смотрите кнопка не активно обновить пока я не поставлю чекбокс что я принимаю предупреждение о потенциально несовместимых расширениях и хочу продолжить обновиться есть получается если вы джума обновили а у вас стоят какие-то расширения которые еще не поддерживают это обновление то сайт может просто сломаться поэтому сначала обновляем расширение сторонние но смотрите сторонних расширений на этом сайте нет мы с вами то не проходили и в этом курсе мы не будем ставить сторонние расширения этот курс только об самих возможностях самой джуму поэтому я могу смело обновляться расширение сторонних у меня нет это для тех кто вот не понял здесь вот этот момент смотрите здесь есть еще вкладке которая до рекомендуемые параметры вот здесь вот читаем что параметры ниже рекомендуется для обеспечения полнофункциональной совместимости php и джума однако джума может работать даже если текущее значение не сад не совпадают у меня на хостинге все совпадает кроме вот буферизация вывода то есть стоит выключена даже при этом многое что я могу обновиться и вкладка расширения пожалуйста подождите пока не будет завершена проверка расширения перед обновлением у меня нет сторонних расширений требуется обновить видите то есть это порядок сначала надо обновить а что обновить и вот файл локализации точно так же вместо файла локализации здесь могут быть обновления других расширений ну скажем вот сторонних которых мы не используем сейчас ничего у меня здесь не установлено то есть если я кликну подробнее то нам говорят обновить расширение перед началом обновления джума видите нам все здесь расписывают то есть сначала говорят обновить русский язык ну то есть то же самое это будет другим расширением сейчас мы с вами это и проделаем то есть либо отсюда обновить если тут не небольшая вас путаница то перейдите панель управления и кликните вот по этой плитке вот есть новая версия сюда заходим и вот здесь как раз видим вот этот тот самый файл о котором джума говорит что его надо сначала обновить и так ставим птичку напротив файла и нажимаем здесь кнопка есть обновить обновление пакета успешно выполнено вот официальная локализация джума выполнена панель управления переходим осмотрим все расширения видите подсвечивается зеленым все обновлено кроме самой джума смотрите может быть еще вот такая ситуация вы знаете что джума обновилась но здесь уведомлений нет вы не можете обновиться потому что здесь будет светиться что все в порядке то есть обновление как бы не требуется это может быть по разным ситуациям например включенный кэш если кэш включён на сайте нажимаем очистить кэш но дело в том что на этом тестом сайте у меня нет кэш он не включен вы можете очистить кэш и все равно не увидеть что обновление есть как же вам обновиться если джума говорит что обновление не требуется но вы знаете точно что обновление новые есть что делать вот даже если вы 10 плитка будет зелено светиться вы можете по ней кликнуть здесь увидеть проверить обновление кнопка кликайте по ней обычно это срабатывает и обновление покажутся если все же ниже не будет показано что обновление есть то здесь есть кнопка настройки переходим сюда здесь у вас будет стоять сервер обновлений по умолчанию Здесь есть варианты Joomla Next. Обычно это включают, когда переход есть с Joomla 3.10 на Joomla 4 версии. То есть получается, здесь у вас будет светиться, что обновление не требуется. Но если выбрать Joomla Next и нажать сохранить, то уже в панели уведомлений будет светиться, что новая версия, новая ветка Joomla 4 доступна для обновления. Также есть тестовые, дистрибутивы. И можно выбрать стабильные, релиз кандидат, бета, альфа и так далее. Это можно будет даже обновиться, если есть какие-то сырые версии, как я полагаю. То есть выбираем, например, тестовые, дистрибутивы, хотим обновиться на них, чтобы их протестировать и так далее. Вы знаете, что, например, там есть релиз кандидат. Выбираем, нажимаем сохранить и Joomla будет показывать возможность обновиться до этого релиза кандидат. Также здесь еще есть пользовательский URL. Где можно тоже выбрать стабильный вариант и указать ссылку. Чтобы указать ссылку сервера Joomla на обновление, нужно зайти на сайт Joomla.org и узнать, какая ссылка нужна, чтобы сюда вставить и обновить. Я вам предлагаю здесь оставлять по умолчанию, ничего не менять и скачать обновление Joomla, то, которое вам необходимо, и вручную обновиться. Это при условии, если сама Joomla в админке вам ничего не сигнализирует, что якобы обновления нет, но обновление есть. То есть здесь мы просто, я вам показал, что здесь есть. Вы здесь ничего не меняете. Как попасть на специальную ссылку? Также кликнув вот по этой иконке, здесь внизу вы увидите ссылку обновить вручную с помощью пакета обновлений. Я скопировал эту ссылку и вставил в браузер Chrome, чтобы страница переводилась на русский язык, чтобы вам лучше было понятно. Эта ссылка будет показывать наличие обновлений. Я сейчас переведу страницу на русский язык. Смотрите, вот это нам не подойдет. У нас Joomla уже установлена. Полный пакет, полный пакет и полный пакет. Это нужно, если вы хотите скачать и с нуля установить Joomla. Тогда это вот полный пакет. А у нас Joomla 4.0.0. Нам нужно обновиться до 4.0.2. Мы кликаем вот по этой ссылке, по этой синей кнопке. И читаем, что здесь написано. Видите, загрузки в этом разделе предназначены для новых установок. То есть, о чем я и говорил. Не подойдут эти архивы. Смотрите, мы прокручиваем ниже и находим обновить существующую Joomla. Вот как раз она у нас уже существует. Загрузки в этом разделе предназначены для обновлений существующей Joomla. Вот как раз то, что нужно. Но теперь нам нужно точно узнать, какой нам нужен пакет из ниже представленных. У нас Joomla 4.0.0. Нужно обновиться до 4.0.2. Вот, например, здесь не подойдет. Потому что с 4.0.1 по 4.0.2 пакет обновлений. А у нас 4.0.0. Значит, мы крутим ниже. И я нахожу нужный пакет. Joomla пакет исправлений. То есть, он называется с 4.0 на последнюю, на текущий момент записи видео 4.0.2. Видимо, также размер весит всего лишь ничего. И вот это мы скачиваем на компьютер. То есть, обновление вручную. Так, архив скачали. Пока его оставим. Смотрите. Для тех, у кого высвечивается обновление, давайте все-таки обновимся отсюда, как процесс происходит. Ставим птичку. И нажимаем обновить. Нас перебрасывают на следующую страницу. Видите, как в этот раз, уже с Joomla 4, как разработчики очень скрупулезно позаботились о безопасности. Чтобы с вашим сайтом ничто не случилось. Везде предупреждают. В Joomla 3 такого не было. И здесь. Видите, надо нажать на птичку. Я создал резервную копию сайта. Расширение совместимы с новой версией Joomla. Как я уже говорил, кто еще не понимает. У нас нет этих расширений. Мы ничего не ставили. У нас чистая Joomla. Поэтому нас это сейчас не беспокоит. Мы поставили птичку и нажимаем обновить. Нас перебрасывает на новую страницу. Подождите, Joomla обновляется. То есть обновляется она с сервера с сайта разработчиков. В моем случае проблем не возникло. Состояние обновлений сайта успешно обновлен до версии 4.0.2. Здесь вверху вы тоже можете видеть, что у вас уже актуальная версия. Если мы перейдем в панель управления, то вот здесь вот будет зелененьким подсвечиваться версия Joomla новая. То есть вот как раз несколько слов назад, когда я говорил, что вы знаете, что обновление есть, но у вас будет все равно светиться версия Joomla новая. Вот при этих условиях мы пакет сейчас вручную поставим. Я не знаю, как в Joomla 4, может быть, там они это уже исправили. И если обновление есть, железно здесь тоже будет высвечиваться, что обновление есть. Не знаю, пока опыта такого нет, так как Joomla только-только начала быть четвертой, да, стабильной. И мы еще с вами только-только начинаем, так сказать, погружаться в этот Joomla 4. Может быть, тут такого и не будет, о чем я сейчас пытаюсь как бы вас обезопасить и рассказать, как это может быть. Но все равно эта информация для вас будет не лишней. Ничего страшного, если мы сейчас сверху накатим обновление 4.0.2 поверх, то есть еще раз обновиться. То есть это те же файлы, просто обновляться они вручную. Просто, чтобы вы знали, как это делается вручную. Тот пакет, который мы только что с вами скачали. Смотрите, версия Joomla новая. Кликаем сюда, проверить обновление. Есть кнопка, есть подробнее, есть обновить вручную по ссылке, кликаем. Видим вот такую вот страницу. Файл пакета. Выбрать файл, то есть вот с компьютера. Вот они об этом здесь видите и пишут. Данная страница предназначена для обновлений Joomla. Если сайт по каким-либо причин не может соединиться с сервером обновлений, то есть когда вы не видите, что обновления есть, но они есть, пожалуйста, скачайте пакет обновлений. То есть все-таки может быть какие-то условия, при которых тот сценарий, который описал, может случиться. Вот об этом они и пишут. Итак, мы скачали пакет. Я нажимаю выбрать файл с компьютера. Нахожу папку на компьютере, где этот архив есть, ничего не вижу. Вот здесь я выбираю все файлы, отображать все файлы. Вот этот Joomla 4.0 до 4.0.2. Нажимаем открыть. Ставим птичку. Я создал резервную копию. И нажимаем загрузить и установить. Просто поражаюсь, как они с Joomla 4 разработчики позаботились просто максимально о безопасности. Посмотрите, везде все пишут, везде обо всем предупреждают. Еще раз авторизация. Пожалуйста, убедитесь, что пакет обновлений загружен на официальном сайте. Это то, откуда мы скачали, откуда я вам сказал скачивать. Они об этом говорят перед началом процесса обновлений. Вот несколько слов к этому моменту. Для новичков. Не качайте обновления. Или сам сайт, сам движок Joomla где-то с каких-то сторонних сайтов, русскоязычных, возможно, сайтов, возможно, которым вам нравится, которым вы, возможно, доверяете. Это сайты о Joomla, то есть информационные порталы, как там все красиво расписано, вот скачать у нас, у нас удобно скачать и так далее. Поверьте мне, скачав где-то не с официального сайта, вы рискуете накачать вирусы, левые ссылки к вам на сайт и так далее. Все, что я говорю в этой ветке Joomla 4, они очень классные, мне прям нравятся. Я смотрю и любуюсь, как они молодцы и грамотные, и в нужных местах, и все понятно, подошли к тому вопросу безопасности. Сейчас в наше время безопасность выходит на первое место в связи роста, как грибы под дождем, мошенников и подобные нечисти. Все это сходится к одному, и даже Joomla стала более безопасной, везде во всем предупреждает, чтобы минимизировать проблемы. Итак, немножко отвлеклись на теоретическую часть, возвращаемся к вопросу. Подтвердить учетные данные. Это те данные авторизации, когда вы как администратор входите в админ панель вашего сайта Joomla. Вписываете логин и пароль администратора и нажимаете установить. Подтвердите действие. У меня вылезла некая ошибка. В связи с возникшей ошибкой, смотрите, сразу вам покажу. Не качайте, я не знаю, в каких случаях он подойдет. Вот этот tar.bz2. Я распаковал вот что-то там, какой-то один файл, непонятно. Смотрите, всегда качайте, если вы вот таким методом действуете. Joomla пакет исправлений, вот нам нужен 4.0.0.4.0.2, именно .zip. Вот этот скачайте, вот этот вам будет нужен. Вот я вам наглядно показываю, смотрите, вот этот первый архив. Если его открыть, тут какой-то один файл. Я не знаю, в первый раз с такими сталкиваюсь, не знаю, как это обновляется. Вот, .zip, смотрите, если я открою, мы должны увидеть вот такую некую структуру нашего сайта. Вот это она и есть. Давайте попробуем обновить этот архив. Также возвращаюсь вот на эту страницу, обновить вручную. Нажимаю, выбрать файл, и уже .zip. Загрузить и установить. Авторизуюсь, установить. Вот сейчас установка пошла. Сайт успешно обновлен до 4.0.2. Вот с .zip все произошло. И еще, если вот этот момент тоже вам тут как-то неудобно, сложно, там авторизация, чтобы вы понимали, что вы можете напрямую, прямо через файл ZIL обновить сайт. Файл весит мало, то есть, смотрите, через панель хостинга, если вам так удобнее, в менеджер файл переходите, находите ваш домен, вот, здесь я нажимаю загрузить, перетаскиваете, обновление архив для загрузки на хостинг. Это как бы уже третий вариант. Здесь я обновляю страницу, чтобы увидеть архив. Вот этот архив. Я нажимаю здесь «Извлечь» в ту же папку, вот, в свой домен, прямо вот для замены файлов в эту директорию. Нажимаю на эту кнопку. То есть, у меня все файлы новые заменились старыми новыми. Close. Все. Обновление произошло. Это третий вариант. Архив здесь после этого можно удалить. Он нам больше здесь не нужен. То есть, вот таким образом тоже можно обновить Joomla очень быстро и легко. В этом случае все в порядке. Смотрите, сайт обновляю. Сайт доступен. Работает. Никаких ошибок не вылазит. В панели управления тоже все нормально. Joomla 4.0.2. На этом видео я заканчиваю. Продолжение следует...